В ноябре 2013 года в Казахстане появилось и заработало Народно-освободительное движение Казахстана. Правда, сначала такая же организация образовалась в России. Основная цель движения, как заявляют сами создатели, — восстановление суверенитета, потерянного в 1991 году. «Мы за национальный курс и территориальную целостность России», — провозглашают активисты. И почти прямым текстом они говорят о возрождении СССР. И вот филиал российского нода появился и в Казахстане. Однако цели и задачи всё те же — восстановление Советского Союза и навязывание его идеологии. Так называемое национально-освободительное движение. Я не могу понять, для чего в Казахстане нужно это самое национально-освободительное движение и против кого оно направлено. Вроде как Казахстан — независимое государство. Я думаю, их цель — это именно дестабилизация, политическая дестабилизация обстановки в Казахстане и отделение, если не всего Казахстана, то хотя бы северных областей в состав России. Идеология нода проста и хорошо знакома. Антиамериканизм вкупе с великодержавным шовинизмом. Ни в коем случае. Если вы считаете, что мы сепаратисты, мы не имеем отношения ни к России, ни к другим странам, бывших союзов, республик. Мы родились здесь благодаря, кстати, оппозиции. Если бы не было в оппозиции их критики в наш адрес, мы бы как движение не появились в Казахстане. Своим флагом Народно-освободительное движение выбрало российский имперский флаг, напоминающий Георгиевскую ленту. Своим мессией сделала Владимира Путина. Только какое это имеет отношение к казахстанцам и от кого освобождать граждан республики, совершенно непонятно. Однако у активистов нода Казахстана свое мнение на этот счет. Казахстан, считают они, это оккупированные штатами государства после проигрыша СССР в холодной войне. Теперь республику нужно спасти от глобального зла, американского доллара и самих США. Помочь в этом нелегком деле может только Россия. Отсюда идея максимального сближения Казахстана с Российской Федерацией. За идеологами нода стоит Дугин. Дугин и Федоров. Эти лица, которые извратили евразийство, именно как духовное учение, соединяющее и степь, и Русь. И это привело к тому, что для них сейчас они на коне, потому что имперская идеология, пропутинская, она достигает только подчинения со стороны других народов, соседних народов, которые должны попасть в орбиту России и раствориться в России. То же самое может случиться и с Казахстаном, что этнически мы потеряем, потеряемся в этой системе. Что же полезного за год своего существования сделало Народно-освободительное движение в Казахстане? Провело целых пять акций, одна другой противоречивее. Активисты движения раздавали брошюры против введения в Казахстане ювенальной юстиции, как навязывание западных стандартов в воспитании детей. Возлагали цветы у памятника Сталину в день его рождения. В последний раз они даже устроили автопробег с евразийским флагом в честь Дня космонавтики. А между тем, ювенальная юстиция признана во всем мире самой эффективной мерой по защите детей. Возложение цветов Сталину абсурдно, а автопробег с евразийским флагом и вовсе скандален. Но активистов это мало заботит. Все политические акции, которые проводит НОД, они никак не препятствуются со стороны КНБ и Акимата города Алматы. Из последних акций это акция возле Украинского консульства в Алмате, а также так называемый антифашистский митинг в парке 28 гвардейцев-панфиловцев. Комитет национальной безопасности обычно, жестко реагируя на акции оппозиции Казахстана, никак не реагирует на акции национально-освободительного движения. Свои предложения НОД Казахстана выдвигает через бессменного автора публикации Романа Черняховского. Народные освободители уже предложили учредить в Казахстане департамент пропаганды, отменить вредоносный мораторий на смертную казнь, а за воровство у государства ввести высшую меру наказания. Активисты не признают новое название Алматы, выступают за национализацию тенге и против вступления Казахстана в ВТО. Но все заявленные цели, якобы направленные на процветание Казахстана, лишь ширма. А сомнительная идея евразийства, за которую ухватились создатели движения, очень удобна, поскольку поддерживается самим Елбасы. Тем не менее, НОД – пророссийская организация. Хотя назвать народных освободителей сепаратистами нельзя, их стремление к сближению с Россией и воссозданию СССР попахивает подрывом суверенитета страны. А это уже нарушение Конституции Республики. Удивительно, что НОД до сих пор существует. Ведь согласно той же Конституции, иностранные политические организации не могут осуществлять свою деятельность на территории Казахстана. Конституции Республики Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова